Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Итак, после серьёзной операции у супруги муж собирается уехать к ней. Уже начались разговоры, что он может отдавать небольшую часть ЗП мне. Да и вообще в открытую говорить, что его не волнует проблема, это я и мой сын от первого брака, кроме её болезни. Ну, понимаете, здесь ситуация двоякая. Во-первых, мужчина может просто сейчас находиться под эмоциональным влиянием в ситуации. Вот, если операция действительно была серьёзной, да, если была угроза жизни, например, маме, маме свекрови вашей, то, конечно, как бы, человек может находиться под неким таким влиянием этого, под влиянием, как бы, ну, этой ситуации. Со временем это может пройти, и маме может стать лучше, легче и, соответственно, как бы, плюс-минус всё может нормализоваться. Вот. Ну, другое дело, что чисто внешне, вот как вы это описываете, всё выглядит так, как будто человек ищет повод для того, чтобы уйти, то есть, чтобы сбежать, чтобы отдалиться. И, соответственно, вот, то непонимание, о котором, например, вы говорите, вот, а, то отдаление, а, эта история, которая, значит, которая, м-м, между вами сейчас, м-м, произошла, произошла, а, вот, оно может быть, следствием, м-м, следствием, в принципе, в принципе, некоторых проблем между вами, вот. То есть, ну, в принципе, вследствие некоторых трудностей между вами, вот, которые были еще, в частности, до, допустим, до того, как проблемы, значит, с его мамой возникли, вот. И, соответственно, смотреть нужно глубже, вот. В частности, например, смотреть можно и нужно на то, как ваш муча реагирует на сына от первого брака, потому что многие мужчины не принимают детей от предыдущих браков от своих женщин, вот, реагируют на это они, как правило, ревностью, неким таким отвержением, отвержением и так далее. Поэтому тут нужно именно чисто смотреть на ваши отношения и гармонизировать их при вашем желании и при его желании. Добавьте сюда, возможно, чувство вины мужчины перед мамой, которая может его, ну, как-то провоцировать, да, то есть чувство вины может взращивать мама у своего сына. И, соответственно, мы получаем такую плюс-минус картинку. Если человек говорит о неважности вашей для него, то это, ну, также вопрос, касающийся, на мой взгляд, истории про ваши отношения, про то, что, например, между вами общего, про то, насколько у вас хороший контакт и так далее. Потому что если контакт, словно говоря, отсутствует между вами, если между вами отсутствует, то, вот, взаимопонимание, на, там, допустим, на таком-нибудь базовом уровне, да, то, как бы, мама здесь ни при чем, вот, а его, его мама здесь ни при чем, от слова совсем ни при чем, вот, скорее-скорее, это следствие уже, вот. Поэтому, ну, тут такой момент. Вероятно, вам имело бы смысл сейчас обратить внимание не на то, чтобы вот как-то чего-то требовать от него, а на то, чтобы постараться, в принципе, организовать общение над вами, вот, в таком ключе, чтобы ему было комфортно, ну, и вам тоже, конечно, чтобы было комфортно, безусловно, безусловно, вот. Потому что, ну, если человек относится к вам только, как, допустим, как, к жене, то это не очень хорошо, в мой взгляд. Дальше вы пишите очень тяжело, постоянное непонимание. Ну, это ваши ощущения, соответственно, с их, эээ, природой, да, с природой ваших ощущений нужно разбираться. Что если ухаживать за него-нибудь постоянно? Ну, это уже вопрос, мне кажется, больше про страхи ваши. Я не хочу жить отдельно от него. Ну, вместо жить не будет, не очень понятно, что там эти враги, да, это как бы, ваше нежелание жить им отдельно, это про что. Ваше невозможное жить вместе, это тоже про что. Не очень понятно. Прогнозы не понятны, пока, чьи прогнозы, пока что. Как сохранить семью? Он полностью отдалёс. Ну, знаете, мне кажется, идея, эээ, сохранения семьи не очень хорошая. В том смысле, что, что такое семья, а? Это просто, эээ, некое, такое, ну, социальное образование, условно говоря. Вот, и всё. То есть, эээ, как бы, роль, эээ, человека в, эээ, семье, на мой взгляд, ну, довольно-таки, эээ, посредственно. Вот. Именно роль человека в ээээ, семье. То есть, вам, эээ, почему-то важна именно семья. Не человек, да, не его, там, комфорт, не ваше желание, там, условно говоря, там, что-то для человека делать. А вам важно именно, вот, эээ, сохранение семьи. И это, опять же, вопрос к вам. Потому что человек, в смысле ваш, эээ, мужчина, эээ, может не разделять ээээ, подобную, вот, точку зрения, подобный взгляд на, 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 ситуацию. И, соответственно, возникают, вот, трудности, возникают, возникают, конфликты. Ну, вот, что, в принципе, эээ, естественно, как мне, как, как мне кажется. Вот. Поэтому, ээээ, нужно, ээээ, лучше, ээээ, представлять. И, эээ, понимать, ээээ, какова ваша лич, личность, какова, личность вашего, мужа, мужа. Вот. Чтобы, понимать, что именно нужно, например, сделать, для того, чтобы, вы смогли сблизиться. Вот. А, поскольку это ваш, получается, второй, второй брак. тех, которые не складывается, вот, к сожалению. То, вероятно, можно говорить про некоторую систему, вот. Вероятно, можно говорить про некоторую системность вашего, вашего поведения, вот, и, значит, соответственно можно говорить о необходимости корректировать его. То есть, ну, поскольку вот у вас первый брак не сложился, вот сейчас не складывается второй брак, то можно говорить об определенном сценарии, можно говорить об определенном сценарии, ну, сценарии вашего поведения, можно говорить, вот, и, соответственно, говоря о вашем, о вашем сценарии поведения, да, мне кажется, нужно его корректировать, ну, можно его корректировать, опять же, при наличии у вас такого желания, при наличии у вас, там, условно говоря, для, вот, такой, ну, потребности, что ли, вот, естественно, если вы этого хотите, конечно. Вот. Это то, что я бы вам ответил бы прямо сейчас. Вот. То есть, что нужно, еще раз, разобраться в своих чувствах, разобраться в своих желаниях, да, разобраться в своих ощущениях, как вы относитесь к своему мужу, вот, разобраться в восприятии вами семьи, вот, потому что, сейчас, например, есть такое вот, ну, довольно, у меня, по крайней мере, довольно, довольно стойкое ощущение, что вы, ваш муж, да, ну, несколько, вот, по-разному, несколько, вот, понимаете, как бы, семью, вот, то есть, ну, ваш муж, он, понимает семью своим образом, да, по-своему, как-то, вот, а вы, соответственно, по-своему, вот, это нормально, вот, то, что, вот, ну, то, что так происходит, это норма, но, все-таки, желательно, на мой взгляд, вот, с этим разобраться, вот, ну, желательно, повторюсь, то есть, желательно это рассмотреть, вот, чтобы не было, ну, каких-то, вот, ну, разночтений, условно говоря, вот, и мне кажется, вот, что это является ключевым, да, вот, к, ну, решением вашей проблемы, вот, на мой взгляд, вот, понятно, что решать эту ситуацию вам, вот, понятно, что только вам решать, как вот, собственно, собственно говоря, поступать, вот, но, на мой взгляд, двигаться нужно вот в таком, примерно, направлении, вот, а какой-то, соответственно, вот такой ответ я мог бы вам предложить, предложить сейчас, с точки зрения психологии, вот, с точки зрения психотерапии, вот, с точки зрения своих, допустим, ценностей, вот, в частности, и так далее. Это вот, ну, на мой взгляд, довольно важный момент, вот, на этом, в принципе, все, на этом, пожалуй, можно было бы закончить, вот, я надеюсь, что вам это было полезным, надеюсь, что вам это было полезным, вам это было полезным, буду вам благодарна за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи.